Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 29 октября. И начинаем мы наш видеообзор, как уже по сложившейся традиции, это с напоминанием о том, что и продолжается сбор средств, он бессрочный. Ну, во всяком случае, пока мы не насытим дронами те бригады, с которыми сотрудничает фонд «Незламный сердца» волонтерский. Поэтому я напоминаю, кто чем может, какую сумму кто может, пожалуйста, помогите, перечислите фонду, для того, чтобы закупки шли комплектующих, не останавливаясь. Ну, естественно, ребята будут собирать эти дроны на своих помещениях и будут отвозить. Первая партия, которую вы видели в ролике позавчера, она уже направляется в ближайшие дни, будет отправлена на линию фронта. Когда их отвезут, я вам объявлю, какие бригады они попали. Я надеюсь, что пресс-служба этих бригад разрешит предоставить видео этим нашим подразделениям армии дронов, которые находятся в составе этих бригад. И я вам покажу их на своем канале. Или вы сможете эти ролики увидеть на страничке Facebook, которая есть у волонтерского фонда «Незламные сердца» «Мистер Ирпинь» «Киевская область». Донатим, помогаем нашим вооруженным силам, верим в их победу. И начнем мы с ночи. Как обычно, тоже уже такая, правда, не совсем хорошая традиция, потому что, как правило, с ночи, с сегодняшней ночи мы начинаем, или с прошедшей ночи мы начинаем в том случае, если она была неспокойная, были воздушные тревоги и были удары с воздуха по территории нашей страны. Не минуло это и сегодняшнюю ночь. Оккупанты атаковали пятью ударными беспилотниками типа «Шахет» и управляемой авиационной ракетой ИХ-59. Пуски «Шахедов» осуществлялись с юго-восточного направления, это Приморско-Ахтарск РФИ, и крылатая ракета Х-59 была запущена с самолета Су-34 с воздушного пространства Белгородской Народной Республики. Ракета была направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области, к сожалению, сбить ее не удалось, предварительно без потерь и серьезных последствий. Все ударные беспилотники противника были уничтожены силами и средствами воздушных сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу проделали тактическая авиация и зонитно-ракетные войска. А теперь за прошедшие сутки. За прошедшие сутки на линии фронта произошло более 70 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных ударов, 24 авиационных удара, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Есть разрушения и повреждения частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Под Акперийский огонь врага попало более 110 населенных пунктов. Это в основном Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. А вот авиационные удары наносились за прошедшие сутки только в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север» на Волынском и Полесском направлениях тут оперативная обстановка остается без существенных изменений. Единственное, что стоит отметить, это что на территории Беларуси продолжаются учения. Наверное, уже подзабыли, давно об этом не говорилось. Там идут с первых чисел, с 27 февраля, Лукашенко начал учения по внезапной проверке боевой готовности войск. Так вот, эти учения продолжаются до сих пор. Их постоянно продлевают. Информация именно касается этих учений, потому что по меньшей мере опять продление, то есть войска не уходят с полигоном, опять продление этих учений. По меньшей мере до 5 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусский Гаюн». Мониторинговая группа «Белорусские Гаюны» отмечает, что учения проходят на 8 полигонах Белоруссии. Продолжаются они непрерывно, то что я вам и говорил. А, извините, с 29 апреля, не с 27 или 28, я же помню, что дата была 29, а вот месяц, явно в феврале было тогда, не 29 дней. Поэтому с 29 апреля по настоящее время продолжаются эти учения. Кстати, это уже 79 раз Лукашенко продлевает эти учения в очередной раз на 2 недели. Далее у нас с вами идет северское и слобожанское направления. Это группа войск «Север». Мы тут же пока находимся на северных границах Украины. Тут, к сожалению, надо отметить, что были артиллерийские обстрелы. Слава богу, авиационных ударов не зафиксировано за прошедшие сутки. Но были артиллерийские обстрелы, были попытки проведения диверсионных действий в отношении нашей страны. Мы проводили контрдиверсионную работу, мы наращиваем плотность минно-взрывных заграждений. То есть граница продолжает оборудоваться в инженерном плане, как рубеж обороны. Ну и враг продолжает строить, наращивать и создавать рубеж обороны в Белгородской народной республике вдоль границы с Украиной. Далее у нас зона ответственности группы войск «Хортица». На Купинском направлении. Тут враг пытался атаковать наши позиции. Штурмовые действия проводились рашистскими оккупационными войсками в районе Синьковки и в районе Ивановки. Всего за сутки враг пять раз атаковал наши позиции, но ни разу не имел успеха. Все атаки были отбиты, противник понес потери и откатился на исходные рубежи. Но есть новости, мы же тоже не сидели сложа руки. После атак противника мы тоже всходили в контратаки. И при поддержке нашей артиллерии, и при поддержке бронетехники наша пехота в результате боев отбросила врага с западных окраин Сергеевки. И мы там значительно продвинулись, почти на полкилометра. Это было сделано силами отдельной егерской бригады и смешных подразделений в течение последних недель октября месяца. И их удалось выбить со многих позиций. На карте видите, там синяя зона, это то, что удалось освободить от расширских оккупантов. И также мы закрепились на этих позициях. Теперь линия фронта будет проходить по западной границе вот этой зоны, зоной, которая показана голубым цветом. Далее лиманское направление. Тут враг наступательных действий не проводил, продолжал перегруппировку войск. Здесь они миксуют. Там они пытаются наращивать 25-ю армию, укомплектовывать. При этом они вывели 2-ю и 41-ю армию вывели во 2-й эшелон. Тоже пытаются их, 2-ю армию уже практически всю перебросили на Авдеевское направление. Ну посмотрим, будут ли перебрасывать 41-ю, но тем не менее они пытаются ее доукомплектовать. Поэтому на лиманском направлении ситуация более-менее стабилизировалась. В плане того, что бои перешли, имеют характер позиционных боев, артиллерийские дуэли. И нет такой наступательной активности со стороны врага, нету. Так что здесь более-менее ситуация стабилизировалась. На бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Хромового Донецкой области. Это северный фланг бахмута. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки. То есть были контратаки со стороны противника. Здесь наши в районе Клещиевки и Андреевки наши войска отразили более 10 атак врага. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия на южном фланге бахмута. Наносят врагу поражение всеживой силе и технике. И если есть продвижение, закрепляются на достигнутых рубежах. То есть здесь мы медленно, но уверенно продолжаем двигаться вперед. К трассе Бахмут-Горловка. Далее у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. На Авдеевском направлении. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. В принципе наши силы не просто стойко держат оборону. Нам удалось стабилизировать линию фронта. То есть за прошедшие сутки она изменений не претерпела. Несмотря на то, что были попытки атаковать наши позиции. В частности атаки враг проводил в районе Керамика, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного. 15 атак было осуществлено со стороны расширских войск. На нашей позиции ни одна из атак не увенчалась успехом. Кстати, появилось свежайшее видео. Я рекомендую вам загуглить и посмотреть. Атаки, атаки или попытки даже. Даже попытки атаки. Так будет правильнее сказать? Почему? Сейчас объясню. Бронеколона из БТРов. И там три танка идут в авангарде. Три или четыре БТРа идут полностью облепленные пехотой. Но не доезжая до рубежа спешивания. Помните, я рассказывал, что они на броне едут до рубежа спешивания. Потом броня отходит назад. Или остается здесь же в ожидании. А пехота идет штурмовать наши позиции. Так вот, не доезжая до рубежа спешивания. По этой колонии наша артиллерия открыла огонь. И что самое было интересное наблюдать. То, что там три единицы техники было подбито. Пехота, которая там посваливалась с брони, выжила. Начала просто бежать по той дороге, по которой они приехали. Бежать назад на свои позиции. А два передовых танка, которые шли. Один с минным тралом, судя по той колее, которую он оставлял за собой. Развернулись по полю. Не на месте, а по полю сделали такой полукруг. И поехали ровно в противоположную ногу. То есть, атака не началась, точнее, закончилась, не начавшись. Вот так будет правильнее сказать. Вот такая вот там обстановка. Да, очень тяжело. 15 атак это очень много. Сейчас, ну, вторая армия уже, две бригады, второй армии общевойсковой, уже вступили в бой. Мы уже их зафиксировали на поле боя. Посмотрим, будут ли еще перебрасывать сюда войска. Вполне возможно, потому что, еще раз повторюсь, Аддиевка это политическая задача, скорее всего. Поэтому они остановиться там не могут. Они там будут воевать до последнего российского солдата. Марьинское направление. Тут захватчики тоже пытались вести штурмовые действия. Атак здесь было больше. Но атаки были не такие ожесточенные или не такие массированные, как на Аддиевском направлении. 20 атак. Марьинка, Новомихайловка отбили наши силы обороны на Марьинском оперативном направлении. Бердянское оперативное направление. Здесь тоже противник. Мы здесь в основном находимся в обороне. Наступательных действий не предпринимаем. Враг пытался атаковать наши позиции в районе Золотой Нивы и Старомайорского. Но успеха не имел. Линия фронта стабильна и без изменений. Мелитопольское направление. Тут противник не оставляет попытки контратаковать. Мы ведем штурмовые действия. Продвигаемся иногда потихоньку в вербовом бои, в Новопрокоповке бои, на рубеже вербовое Новопрокоповка бои. Иногда мы продвигаемся вперед. Но враг все время пытается восстановить утраченные позиции. То есть контратаки не прекращаются. Я вам объяснял, что это очень похоже, ну практически оно и есть. Это встречный бой, когда мы атакуем и атакует противник. Так вот, противник пытался в районе западнее вербового Запорожской области, пытался восстановить утраченные позиции. То есть несколько раз сходил в контратаку, но успеха не имел. Понес потери в личном составе и откатился на исходные рубежи. Ну а мы, как я и сказал, продолжаем там штурмовые действия на Мелитопольском направлении. Прогрызаем, практически прогрызаем оборону врага. Далее у нас остается с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Это таврийское направление. Здесь наши воины ведут контрбатарейную борьбу. В принципе, ситуация стабильная и без изменений. Вчера я вам говорил, что Институт изучения войны американский говорит, их аналитики говорят о том, что у нас там есть продвижение, то есть есть успехи. Но пока, видите, Генеральный штаб не дает ситуации по Левому берегу никакой на данный момент. Я вам покажу карту, вы видите на экране, вот левобережье, ну Днепра, правый-левый берег. Но никаких изменений на карте, ни формирования плацдарма, ни синей зоны нигде не появилось. То есть это зона, которая контролируется нашими войсками после освобождения от российских оккупантов. Она некоторое время ее позиционирует как синюю, потом она переходит в зеленую. После зачистки и закрепления наших войск на рубежах она переходит в зеленую зону. Но на сегодняшний день этого ничего нет. Генштаб молчит, мы тоже, набравшись терпения, сидим и ждем, когда Генштаб нам даст информацию по Левому берегу. Поэтому ситуация на, еще раз повторю, ситуация на Таврийском направлении вдоль Днепра от Никополя до Херсона, она остается стабильной, тяжелой и без изменений. За прошедшие сутки авиация Силы обороны Украины нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены три крылатые ракеты наземного базирования комплекса «Искандер». Это ракета «Искандер-К», крылатая. Мы их сбили за прошедшие сутки. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, а также несколько артиллерийских средств противника. В общем, если брать за прошедшие сутки, ориентировочные потери врага составили в личном составе 660 оккупантов, в технике и вооружении в танках 8 единиц, боевых бронированных машинах 9 единиц, артиллерийских системах 8 единиц, крылатые ракеты 3 единицы, автомобильной техники 8 единиц и одна единица специальной техники. Возле Авдеевки пограничники, ну, хочу еще, это такой урожай наши войска собрали за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Купенска до Олешек. А вот сегодня буквально в обед появилась информация, что в районе Авдеевки бригада пограничников, сформированная из военнослужащих государственной пограничной службы, сбила вражеский самолет Су-25. Это штурмовик переднего края, видимо пытался работать по нашим позициям, в результате чего был сбит. Мы всегда говорим о таких важных событиях, причем был сбит, кстати, с ПЗРК, не уточняется какого, стрела или стингер, но тем не менее, из ПЗРК была поражена эта воздушная цель, самолет задымился, начал терять высоту и скрылся за горизонтом. То есть упал где-то за линией фронта в стане врага. Вот такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта, еще раз повторюсь, от Купенска до Херсона. Мы с вами буквально два слова расскажем по военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. Итак, Мальта. Сегодня это в политическом отношении довольно значимое событие. Здесь третье заседание в формате формулы мира. Это наш форум, украинский форум, формула мира. В субботу 28 октября, то есть вчера он начинается, сегодня он заканчивает свою работу. Форум двухдневный, конференция по реализации нашей формулы мира. Я напомню, это 10 пунктов, которые озвучил президент Зеленский. Первый пункт – полный вывод расширских войск с территории Украины. И дальше уже другие пункты. В этом форуме, этот форум проводится на фоне, ну можно уже, не, в Мальте, на Мальте еще, как бы, не совсем, даже еще не окончен рабочий день, наверное. Этот форум проводится на уровне советников по национальной безопасности стран. И в этот раз более 55 стран, включая Турцию, Катар, Соединенные Штаты, Великобританию и Индию, приняли участие в этом форуме. Китай был приглашен, но от участия отказался. А вообще, в принципе, представители, это участники, которые зарегистрировались, но есть еще представители стран, которые будут присутствовать на форуме, но они не как участники, а как наблюдатели. Так вот, присутствуют на форуме представители 70 стран мира. В принципе, в Джиде было 43 страны, участвовало в форуме. Здесь 70 стран. 53 участника и 15, 55 участников и 15 стран, которые присутствуют на этом форуме. Растет, ну, главное, чтобы они начали вырабатывать механизмы, политические механизмы, которые помогли бы нашим вооруженным силам выполнить свою главную задачу. Это восстановить территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Далее, начинает разговор, не можем обойти, не могу обойти Ближний Восток, потому что ситуация начинает развиваться очень динамично и довольно, я бы сказал, настораживающе или даже в опасном русле. Дело в том, что пошли заявления разных лидеров, начал это Эрдоган, президент Турции, он собрал миллионный митинг, собрал в Турции, и там они ставили, как бы говорили, ну, вот кратко, если из тезисов, вот четыре основных тезиса на этом митинге в речи Эрдогана было. Первое, он сказал, мы объявим Израиль военным преступником и уже работаем над этим, сказал Эрдоган. Также он, это пропалестинский митинг в Стамбуле, на котором присутствовало более миллиона человек. Также он задал вопрос, Израиль, как ты оказался тут, как ты сюда попал, ты оккупант, ты группировка, а не государство, Запад вам должен, но Турция вам не должна. Кстати, он заявил, что та территория, где сейчас находится Израиль, это исконно турецкая территория, где когда-то размещались турки, то есть Османская империя входила в состав. Далее он, в его речи прозвучало, когда я сказал, что Хамас не террористическая организация, Израилю это очень не понравилось. Я для этого и сказал, а чего вы ждали, спрашивает Эрдоган. То есть он специально это сказал, сознательно, понимая, что будет соответствующая реакция. Ну и те, кто проливал крокодиловые слезы по мирным жителям, убитым вчера в украинской войне, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе газа. И последняя из тезисов это, эй Запад, сказал Эрдоган, я обращаюсь к вам, вы хотите войну между крестом и полумесяцем, тогда знайте, этот народ жив, этот народ столько стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке. Ну я вам скажу, что это очень серьезное заявление, потому что, видите, к сожалению, противостояние переходит в религиозное русло. Война креста и полумесяца, война ислама и христианства. С одной стороны, и кстати, когда я прочитал первый раз этот тезис, ну такое впечатление, что мы вернулись в средние века. Когда очередной, сколько было, четыре крестовых похода, если я не ошибаюсь, подправьте, если я ошибаюсь, то это у меня сразу же вызвало ассоциацию с пятым или шестым крестовым походом. Так что очень не в здоровом ключе развивается именно вот эта ситуация, то, что они ставят в противостояние ислам и христианство. Тут же появились мелкие, ну Москва, понятно, на стороне Палестины. Да, вы знаете, что они делегацию официально приняли на дипломатическом уровне. С делегацией Хамас встречались официальные лица Министерства иностранных дел РФИ. И они заявили, что Хамас не террористическая организация. Они блокировали, наложили вето на резолюцию, которая предлагалась западными странами в плане осуждения Хамаса как террористической организации. То есть, можно сказать, что Россия на стороне Турции. Но тут, кстати, не ищите противоречий, потому что вы сейчас скажете, что Россия христианская страна. А я вам скажу, что нет, что там больше, наверное, в составе Рашистской Федерации, больше народов и народностей мусульманской, исламской вероисповедания и других вероисповеданий, таких как буддизм, допустим, в азиатской части, на юге Рашистской Федерации. Христиан там довольно маленький процент на сегодня. На европейской части, может, да. А если брать в масштабах всей РФ, то процент христиан не на первом месте на сегодняшний день. Так что, поэтому Россия спокойно может влиться в этот лагерь. Да, уже, можно сказать, влилась. Ну и появился же мелкий-мелкий упитанный диктатор Ким Чен Ын, который сказал, что Третья мировая война вот-вот начнется и все должны быть готовы, заявил Ким Чен Ын в связи с обострением на Ближнем Востоке. Где Северная Корея, где Ближний Восток. Какой ты имеешь к этому отношения? Ну он так сказал. Я вам, кстати, скажу, что иногда Ким Чен Ын может выражать то, что через Ким Чен Ын, а Китай может выражать свою позицию в отношении той или иной международной, не международной проблемы. А сам Китай, видите, старается занимать такую позицию нейтральную. Хотя в этот раз группа кораблей идет. Вторая авианесущая, авианосная, точнее, ударная группа во главе с авианосцем Эйзенхауэр прошла Гибралтар, вошла в Средиземное море и движется к берегам Израиля. Или где-то сейчас через Суэцкий канал, буквально на неделю-две, должна зайти китайская эскадра кораблей, из шести боевых кораблей. Они тоже идут к берегам, ну они идут к берегам сектора ГАЗа. Вот так, у них там побережье, 40 километров почти есть. Так что страсти накаляются вокруг этой ситуации, посмотрим. А в это время Цахал, ну не то что начал. Хотя сегодня премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Цахал начал наземную операцию в секторе ГАЗа. И начался второй этап этой войны, заявил Нетаньяху. Армия обороны Израиля вошла в сектор ГАЗа, чтобы уничтожить ХАМАС и освободить всех заложников. По его словам, решение о наземном вторжении военный кабинет принял единогласно. Цель войны победить смертоносного врага, обеспечить наше существование на нашей земле, добавил Нетаньяху. Вот это может быть, ну будем так сказать, триггером для того, чтобы на стороне ХАМАС выступили другие страны или другие организации. Типа Хизбалла, ИГИЛ и прочие. И исламский джихад. Так что вот такая вот ситуация складывается на Ближнем Востоке. Посмотрим, как будут развиваться события. Ну а вернемся к нашим делам. Германия передала Украине надводные дроны Сонобот-5. Эти дроны это дроны для резминирования. У них есть свои миноискатели на борту этих дронов. И они ищут, обнаруживают взрывчатку в воде. Передали их в государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Это небольшая надводная платформа, которую в основном применяют для трехмерного картографирования. Аппарат можно использовать во время поисковых операций для обнаружения взрывных объектов. Передано 5 таких дронов. А всего планируется, Германия планирует нам передать 50 таких дронов. Далее, ситуация с финансированием или с финансовым обеспечением военно-технической помощи от Соединенных Штатов в принципе, я скажу так, входит в более-менее понятное русло, позитивное для нас. Почему? Потому что и спикер, новый спикер Конгресса Соединенных Штатов готов обсуждать. Он даже сказал, что Путину нельзя дать победить. Украина должна выиграть в этой войне. Поэтому он вынесет рассмотрение этого вопроса на голосование в Конгрессе. Ну, конечно, маговцы, это трамписты, очень сильно возмущаются по этому поводу. Но все больше и больше конгрессменов от республиканской партии говорят о том, что да, надо Украину профинансировать в полном объеме. И они пришлют сюда еще одного, два уже там будет таких, ну, будем говорить, матерых и опытных аудитора, которые одна уже в Украине, второй должен прибыть вот-вот. Который будет контролировать расход тех финансов, которые Соединенные Штаты выделят для Украины. Сумма пока что идет, не изменилась. 61 миллиард долларов примерно должно быть выделено в общем пакете 106 миллиардов. Ну, а вот в качестве примера я приведу выступление. Ну, вы знаете, что вот новый спикер на Fox News, это же канал республиканской партии, и он очень сильно, владельцы канала поддерживали Трампа. И поддерживают сейчас. И ведущий пытался раскрутить там на вопрос, спикер конгресса давал там интервью, и он пытался раскрутить на вопрос, типа, отношения к помощи Украине. Давать, не давать, и почему, если давать, то почему. Вот. И он объяснил, он сказал, что надо, это вопрос национальной безопасности. Так вот, второй пример. Нью-Джерси, экс-губернатор штата Нью-Джерси, Крис Кристи, ответил на вопрос, как бы он переубедил противника о том, что Украине надо помогать. Ну, тут написано противника, видно перевод, скорее всего, оппонента, скажем так, потому что в дебатах. И он сказал, когда вы тратите 5% своего годового бюджета Пентагона на поддержку Украины, которая уничтожая 50% российской военной техники, это очень хорошая инвестиция, сказал Крис Кристи. Вот так вот рассматривается вопрос о военно-технической помощи Украине. Далее, очень интересная статья появилась в Нью-Йорк Таймс. Это, кстати, она в свете подготовки к зиме и защите объектов энергетической инфраструктуры Украины, она очень даже своевременная. Так вот, Нью-Йорк Таймс пишет, что Франкенштейн из ПВО называется статья. ВСУ смогли адаптировать американские ракеты для советских пусковых установок. И есть Франкен САМ, программа называется. И что в рамках этой программы сделано? Объединили ракеты класса «Земля-воздух» западного образца с модернизированными пусковыми установками или радарами советских времен, которые уже имеются на вооружении украинских сил. Одна из установок это гибрид советского БУКа, который запускает американские ракеты «Сиас Перл». Вторая это ракетный комплекс «Сайт Виндер», оснащенный советской радарной системой. Третья это ракетный комплекс «Хоук» времен Холодной войны. Впервые был показан на поле боя в Украине на этой неделе. Так что, видите, мы наращиваем систему ПВО, эшелонируем ее, потому что они разные. БУК это средняя дальность, до 80 км, Хоук это до 50 даже километров. В основном это та часть, которой нам не хватало между тактической, 5-7 километров, и до ЗРК больших дальностей, таких как «Патриот» или «Сам-Ти». Вот как раз среднюю дальность мы и восполняем. Они могут помочь как на фронте, так и в тылу. На фронте нам надо на дистанциях более 10 или 20 км поражать воздушные цели врага, для того, чтобы сбивать вертолеты огневой поддержки, или фронтовые бомбардировщики, или штурмовики, которые сбрасывают, ну не штурмовики, а фронтовые бомбардировщики и истребители-бомбардировщики, типа Су-35, которые сбрасывают вот эти планирующие бомбы и отваливают, не пересекая линию фронта, отваливают на свои аэродромы. Теперь с этими комплексами мы спокойно можем достать их в воздушном пространстве за линией фронта или за нашей государственной границей. Все теперь будет зависеть от количества этих средств, для того чтобы их было достаточно для максимального покрытия воздушного пространства вокруг наших объектов или на линии фронта, там где примет решение их разместить в Генеральный штаб. Еще надо сказать, что британская разведка сделала анализ, точнее они попытались найти ответ на вопрос, больше месяца, уже 6 недель, расистская стратегическая авиация, то есть Ту-95, Ту-160, в принципе они и не бомбили, они только создавали массовку, когда поднимались иногда в воздух. А вот Ту-95 уже почти полтора месяца не бомбили территорию Украины. И с чем бы это было связано? Была версия высказана, что это могло быть связано с техническим износом самолетов, потому что интенсивность полетов довольно большая, расстояние они стали преодолевать еще больше, потому что раньше они там с Энгельса до Каспия летели, теперь они с Мурманской области летят до Каспия. А потом возвращаются обратно. Так вот, предполагалось, что налет часов превысил регламент и надо делать обслуживание и ремонт этим самолетом. Вполне возможно, что часть машин нуждается при такой интенсивной эксплуатации. Но при этом, вот недавно была тренировка стратегических сил ядерных Российской Федерации и самолеты Ту-95 принимали, и Ту-160 принимали участие в этой тренировке. То есть, несколько машин поднималось все-таки в воздух. Так вот, британская разведка говорит о том, что одна из самых длинных пауз за время полноштабной войны. Хотя у армии РФ есть много других средств для нанесения ударов, стратегическая авиация до сих пор была основным способом нанесения высокоточных ударов. Россия, вероятно, начнет использовать недавно изготовленные ракеты дальнего действия для зимних ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Любая такая компания, скорее всего, будет сопровождаться применением разработанных в Иране дронов Камикадзе. То есть, что говорят британцы? Британская разведка говорит о том, что враг накапливает запас ракет. Наша разведка давала данные о том, что в среднем они могут делать до 100 ракет в месяц. Вот полтора месяца прошло, значит, где-то 100-150 ракет у них, по идее, должно появиться в их запасниках для ударов по территории Украины. Так что, ждем и готовимся к отражению этих ударов. Ну и вишенка на торте. Сегодня писали в комментариях, что опять не было вишенки на торте. Да, ничего было практически выделить. Теперь есть. На Кавказе, ну где уж где, а на Кавказе начинаются бунты против евреев. Местные жители призывают их сжигать и выгонять из страны. То есть, на Кавказе начинается геноцид по национальному признаку против евреев. В Нальчике сожгли строящийся еврейский центр. А в Дагестане евреям не сдают квартиры и запрещают посещать общественные места. А расистская пропаганда говорит, что националисты в Украине. Вот где националисты. Вот где геноцид по национальному признаку. Вот такая вот сегодня вишенка на торте. Не совсем радостная. Даже сказал бы я совсем не радостная. Ну что ж, мы на этом с вами закончим видео. Закончим первый раздел нашего видеообзора. по военной и военно-политической обстановке. И я по традиции делаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал. Те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, прошу поставьте, пожалуйста, ему лайк. Для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции. Это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. У меня возник вопрос. Почему удары реактивных систем залпового огня обычно наносятся с открытого поля? Ведь в этот момент тот же Хаймарс является идеальной целью. Привет из Германии. Слава Украине. Это определено инструкцией и мерами безопасности. Объясню почему. Дело в том, что если мы применяем, допустим, реактивные системы залпового огня, такие как Град, Смерч, Ураган, то там сопла реактивных снарядов закрыты текстолитовыми крышками. И во время введения огня крышка отстреливается. Плюс факел пламени ударяет в землю. И по инструкции положено перекапывать землю сзади боевой машины в направлении, в котором смотрит пакет, для того, чтобы не возникало пожара. И плюс перекопанная земля, она более мягкая, она меньше дает рикошетов этих крышек. А крышки летят, безопасное удаление, до 150 метров, если находиться в задней полусфере пусковой установки. Ну а МЛРС, М270 или Хаймарс, у них ракетный заряд, или реактивный двигатель, правильно ли так сказать, он еще мощнее, чем на советских образцах техники. И если вы обратили внимание, то во время пуска хвост пламени, вырывающийся из ракеты или снаряда, довольно большой. То же самое. Не должно быть сухой травы, не должно быть сухостоя, не должно быть никаких деревьев, для того, чтобы не возник очаг пожара. Так предусмотрено технологически. А то, что вы говорите, что они в чистом поле являются хорошей мишенью, с одной стороны, да. А с другой стороны, я объяснял, неуязвимость реактивных систем состоит в том, что они находятся на огневой позиции буквально несколько минут. Очень быстро приводится с использованием, ну допустим, в Хаймарс или в М270, там вообще автоматическое наведение. Там, как только данные для стрельбы готовы, он выезжает на позицию, нажимает кнопку готовность навести, и пакет сам автоматически наводится на цель. Производится залп, после чего нажимается кнопка поход, перевод в походное положение, это происходит тоже в считанные секунды, и пусковая установка уходит с позиции. С, допустим, смерчом и ураганом, там просто норматив буквально на 30-40 секунд дольше, чем у Хаймарс или у М270. ГРАД то же самое, там норматив тоже, у него, по-моему, отбой там до минуты. Минута 0,5, если я не ошибаюсь, на 45 секунд на отлично перевод в походное положение системы ГРАД. Там электроприводы везде, это не вручную крутить рукоятки. Поэтому система и отстрелялась, и ушла. Все, темп стрельбы полсекунды. В Хаймарс темп стрельбы там чуть больше, там, по-моему, до 2 секунд темп стрельбы. Ну, 6 снарядов по 2 секунды, 12 секунд на огневой залп. А засекается с первого залпа всегда, потому что очень сложно, они довольно глубоко находятся от переднего края, ну, за исключением ГРАДа, он самый такой, по дальности 20 километров всего лишь. Так что, чистое поле, это меры безопасности, дабы не создавать очаги пожара, а время, опасность их поражения на огневых позициях нивелируется временем пребывания на этих самых огневых позициях. Здравствуйте, вопрос, правильно ли я понимаю, что при поставке нам F-16 с соответствующими ракетами воздух-воздух расисты больше не смогут применять КАБы по нашей территории. Да, нельзя сказать на 100% что мы перекроем все рубежи, с которых они сбрасывают эти управляемые бомбы, но достаточное количество F-16, если их будет несколько десятков, допустим, там 2 бригады, 24 самолета, у нас будет преимущество в воздухе. И да, мы сможем сбивать самолеты, мы достанем их, вертолеты, которые огневой поддержки, которые выбивают нашу бронетехнику в наших рядах, и самолеты, которые сбрасывают КАБы как на линии фронта, так и на восточном направлении, так и на линии фронта на южном направлении. Так что это да, вы абсолютно правы, что F-16 в этом плане даст преимущество. Вопрос. Есть ли оружие массового уничтожения, кроме ядерной бомбы? Можно ли... Конечно, есть. Тут три вопроса, такие он комплексные. Можно ли лазером уничтожить сразу большое количество орков? И есть ли какие-то новенькие разработки по этому поводу? Нам просто необходимо, имея агрессивных состегий, разработать совершенно новое оружие массового уничтожения врага. Именно на фронте. Имея новое оружие, мы обезопасим себя на века. Волны страха это интересно. Сейчас объясню, что такое волны страха. Давайте так. Кроме ядерной бомбы, конечно же, существует есть еще химическое, бактериологическое оружие. Три типа. Это создание очагов эпидемий, создание применения химических веществ и третье применение радиоактивных веществ, то есть ядерного или термоядерного взрыва. Вот три вида оружия массового поражения. Все остальное считается, в принципе, конвенционным. И единственное отличается только по эффективности поражения пехоты и техники и личного состава врага. У нас сегодня самое такое эффективное это кассетный боеприпас. Есть объемно-детонирующий боеприпас, вот допустим, как тяжелая огнеметная система, которая применяет РФИА против нас. Там термобарический боеприпас, он объемного взрыва. У нас нет таких боеприпасов. Мы применяем кассетные боеприпасы. Как для... Сейчас уже и ракеты появились в кассетном исполнении для Атакмс, для М270, и, точнее, для МЛРС, системы МЛРС. И кассетные боеприпасы для ствольной артиллерии. Это самое массовое. А вот то, что вы спрашиваете, лазером. Когда-то разрабатывались, был комплекс, по-моему, он назывался Буратино, который должен был... Ну, в частях он назывался... Не назывался, а называли взвод визирования. Где были лазерные установки, которые должны были, по идее, через оптические приборы ослеплять экипажи бронетехники. Такие разработки в Советском Союзе велись в 80-е годы. Ну, сегодня я не видел продолжения этих разработок. Не встречал материалов по этому вопросу. Если кто-то знает, поделитесь. Пожалуйста, я оглашу. Это очень интересно. На сегодняшний день я знаю, что в Рашистской армии есть антиснайперские комплексы, которые используют лазерное сканирование. И здесь лазер настолько мощный, что если в момент сканирования местности снайпер смотрит в прицел, то у него ожог сетчатки глаза. Отходит сетчатка, и человек теряет практически зрение. Восстановить его невозможно. Вот это как пример приведения. Но дальше, насколько я знаю, разработки не пошли. Чем мощнее лазер, тем больше надо электроэнергии. Это надо за собой возить огромный генератор, который будет выдавать необходимую энергию. А так, разработки по массированию, уничтожению пехоты, личного состава и техники противника на сегодняшний день, ну кроме, я уже сказал, объемно-детонирующей, кассетные боеприпасы, больше они не ведутся. Я не встречал данных, чтобы какая-то страна разрабатывала. Вот есть оружие массового поражения, я сказал, три вида, бактериологическая, химическая и ядерная. И есть в обычном снаряжении боеприпасы, которые довольно успешно борются с пехотой и открыто расположенной техникой врага. Это кассетный боеприпас. Кассетный, объемно-детонирующий, да, я еще забыл снаряды с убойными элементами или в народе называемый «картечь». Это такие типа 3Ш1, 3Ш2. Можете загуглить, посмотреть там. 3Ш2 – это 152-мм снаряд, в нем 10 тысяч убойных элементов. Это для борьбы, но это для прямой наводки, это ближний бой. Это не артиллерия с закрытых огниковых позиций. Так что нет таких разработок. Ну, может, что-то мы и придумаем. Насчет волны страха, да, чуть не забыл в конце. Волны страха – это акустическое оружие, которое используется, ну, даже, наверное, методы воздействия, я бы так сказал. Это используется спецслужбами и полицией. Действительно, такие машины есть, которые излучают звук на частоте, которую не слышит человек. Но ухо человека эти частоты воспринимает. И вот эти частоты, они очень маленького радиуса действия. Они буквально там 100-150 метров, не более того. Их создали для полиции, для того, чтобы разгонять демонстрантов. Когда вот были вот эти волны демонстрации, начало 70-х годов, там очень сильно тогда проходили по разному поводу, по разным причинам – политическим, экономическим. Весь Запад был охвачен демонстрациями. Вот тогда и было разработано вот это, я бы с натяжкой называл это акустическим вооружением. Я думаю, что это спецсредство для воздействия на массовые акции протеста населения. Они вызывают у человека страх и панику, и дезориентацию. То есть, когда на толпу направляют эту систему, то люди начинают, у них начинает болеть голова, и они не могут понять, где они находятся. У них начинается паническая атака, и они начинают разбегаться в разные стороны, куда попало. Вот такое действие вот этих, так называемых, волн страха. О чем вы здесь упомянули. У них очень маленький радиус действия. Поэтому их, все зависит от воздуха. Если, кстати, если идет дождь, то еще меньше уменьшается, потому что капли воды не дают распространяться звуковым волнам в самом воздухе. Ну и воздух у нас не настолько упругий, чтобы передавать на большие расстояния, передавать вот звуковую волну. Далее, пан Олег, дякую за видео. Так, и е, пытание. Чему на всех видео с дронев пропадает видеозвязок за секунду-дви до уражения цили? Дякую, слава Украине. Потому что этот дрон входит в мертвую зону средств связи. Вот почему. Он приближается к Земле, у Земли сигнал минимальный. Поэтому и теряется видеокартинка. Буквально перед тем, как он врезается в цель. Это не специально делается, это техническая особенность. Кстати, картинка, чем вот когда вы смотрите изображение с камеры дрона, картинка начинает прыгать и терять устойчивость, как только дрон начинает пикировать на цели. Чем ниже дрон, тем больше помех возникает. А уже непосредственно перед самой целью он фактически теряет связь с оператором, входит в мертвую зону видимости оператора и уже дальше поражает цель. Это техническая особенность вот тех дронов, которые применяются для поражения цели. Ну что ж, на этом с вами у нас вопросная часть исчерпана на сегодняшний день. И остается у нас комментарий, пожелания и приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. Одесские катакомбы. Самая большая тоннельная система в мире. Длина коридоров около 2500 километров. Катакомбы появились более 200 лет назад, во время строительства города. Это бывшие каменоломни, где добывали камень ракушечник. Да, хорошее спасибо за очень хорошую историческую информацию. Россияне. У Украины был выбор. Лечь под ненавидящую украинцев отсталую и умирающую Россию или стать процветающей западной державой. Выбор был сделан. Украинцы сражаются за свои семьи, за свою отчизну. А за что умираете вы в чужой стране? За больные хотелки долбанутого бункерного недоноска, которому захотелось чужой земельки прибрать. За промышленность нашу не переживайте. Вы не смогли ее уничтожить. Даже когда у нас не было ПВО и ПРО. А теперь и подавно. Руки коротки. О себе лучше подумайте. Пока не поздно. Ведь России грозит неотвратимая катастрофа. Про термоядерные угрозы это бред. Путин и его подельники это просто шобла трусливых гобников. Это уже весь мир лицезреет. Ну да, мнение о Путине уже сложилось стойкое и уверенное у большинства лидеров цивилизованных стран. Украинские солдаты умирают за то, чтобы выжила их страна под названием Украина. Чтобы она оторвалась от нашей проклятой, жалкой, рабской, злобной России. Виктория Новодворская, 2014 год. А что ты, парень из питерской подворотни, умеешь? Мочить своих и чужих, проигрывать войны, воровать бюджет и врать, как сивый мерин, мои спивчуття народу Израилю. Вот такой комплексный комментарий, охватывающий все горячие точки сегодняшнего дня. Почему, когда Хамас обстреливал Израиль ракетами, все молчали? Но когда Израиль начал мстить за это, то происходят митинги в мире. Это же Палестина начала эту войну. А кстати, я бы разделял Палестину и Хамас. Вот именно этим манипулирует Рашистская Федерация, когда митинги организовывают по всему миру. Кстати, обратите внимание, очень организованные митинги, очень массовые. Есть атрибутика, куча флагов. Это же надо было подготовить эти флаги, сотнями их несут. Есть самодельные плакаты, но их очень мало. Выступают спикеры, которые на этих митингах, которые заводят толпу, профессиональные выступают. Ни любители, которые вылезли на сцену и могут два лозунга провозгласить и все. Поэтому тут прослеживается четкая организация всех этих митингов. И вот именно в этом и состоит манипуляция, что они прикрываются Палестиной. И на этих митингах никто не говорит про Хамас, про организацию, которая ООН официально признана террористической. «Россия первая страна в мире, население которой бежит не потому, что на их страну напали, а потому, что их страна напала на соседей». Очень хороший комментарий. «Так бы они, конечно, и Берлин уже давно взяли, но зачем-то пошли через Авдеевку, кто ж знал». «Почему в армию РФ стали вербовать женщин?» «Элементарно, Ваньки закончились, взялись за Наташек». Ну, тут даже нечего прокомментировать. «На России нелюди меняют своих детей на вещи, пельмени, мешок картошки, которые у них и так должны быть. Позорище». Я, правда, не слышал о таких фактах, но знаю, что там с продовольствием проблемы. Особенно, чем дальше в глубинку, тем больше проблемы с продовольствием. «Посмотришь на россиянца, вы понимаете, что стратегические запасы глупости у этого стада просто неисчерпаемы. И, конечно, им хотелось поделиться этим богатством со всем миром. Слава украинскому солдату!» Наш источник сообщает. Газета «Жимин-Жибао» «От 27.10.2023 после визита Путина». Цитата. Кстати, здесь даже название газеты есть с китайскими иероглифами. То есть, можете от 27-го числа набрать, кто умеет, и подтвердиться. Так вот, цитата в газете была 27.10 после визита Путина. «Пытаться анализировать слова русских лишних ромосомных дегенератов, лжецов и глупцов – это особый вид самобичевания. Победа все равно будет за Украиной. Будем сидеть на берегу реки Амур и ждать, когда труп России проплывет перед нашими глазами». Так, во всяком случае, утверждает автор, написано в газете «Жимин-Жибао» от 27 октября текущего года, после визита Путина в Пекин. Ну что ж, вот на такой легкой ноте мы с вами сегодня закончим наш видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Не забываем донатить збир, продовживаться, грошей на закупивлю и виробнение дронов для наших славянных бригад ЗСУ. Ну а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!